Ровно полгода назад произошла самая страшная нефтяная катастрофа в мире. 20 апреля взрыв на платформе в Мексиканском заливе унес жизни 11 человек. Утечку нефти не могли остановить несколько месяцев. Мертвая природа, отравленная еда и неуверенность в будущем. Такими оказались последствия аварии для этого района. Репортаж нашего собственного корреспондента в США Максима Дробка. Жак Ив Кусто ужаснулся бы от увиденного. Эти кадры снял внук легендарного исследователя подводного мира после взрыва на платформе. Говорит, никогда не забудет погружение в тот токсичный суп. Авария в Мексиканском заливе – крупнейшая нефтяная катастрофа не только в США, но и в мире. В сутки в воду выливалось почти миллион литров нефти. Гигантское пятно было видно даже из космоса. Мексиканский залив стал настоящей зоной боевых действий. На воде, над водой, под водой, на суше. Человек против нефти, реальных последствий аварии никто не осознает. Я очень обеспокоен. Мы не знаем, что будет через год-два, хотя сейчас вроде бы все налаживается. Рыбакам стараются дать работу. Песок на побережье до сих пор пропитан нефтью. Его собирают и с помощью вот таких машин и пытаются очистить. Барбара и ее муж Том Вайпер прогуливаются босиком по пляжу. Под ногами характерные разводы. Говорят, что любят экстремальный туризм. Я не знаю, как выглядит нефть. И вы не боитесь прогуливаться без обуви? Нет, не боюсь. Вы тоже снимаете обувь. Вот смотрите, я иду по этому пятну и не боюсь. Кроме этих пенсионеров, на берегу практически никого нет. Скучат гидроциклы, так же, как и отели, рестораны. И туристический и рыболовецкий бизнес оказались на грани банкротства. Мы сделаем все необходимое, чтобы состояние побережья и жизни людей в этом регионе нормализовались. Почти три месяца утечку нефти не могли остановить. Перекрывали клапан с помощью подводных роботов, устанавливали специальный защитный купол. Но статонная конструкция также оказалась неэффективной. С воздуха распыляли химические вещества для расщепления нефти. Каждый день Мексиканский залив сбрасывали до 600 тонн различных токсинов. Это был беспрецедентный подводный научный эксперимент, во время которого токсичные химикаты были выброшены на токсичную нефть. Лишь месяц назад удалось полностью законсервировать скважину. Неделю заливали цемент и, наконец-то, нефтяной колодец считается мертвым. Барак Обама летал на побережье как на работу, но нефтяное пятно в Мексиканском заливе стало пятном и на его репутации. Президента до сих пор обвиняют в нерешительности и медлительности, как и предшественника Джорджа Буша-младшего за ликвидацию последствий урагана Катрина пять лет назад. Сейчас на поверхности воды нефти нет, но ученые с помощью подводного робота выявили шельф углеводородов на глубине залива. Как поведет себя эта невидимая нефть, никто не знает. Максим Дробок, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Хронику войны с нефтяным пятном смотрите на Интере в это воскресенье. В 20.55 сразу после подробности недели Не пропустите программу подробно с Максимом Дробком «Пятно». Продолжение следует...